Добрый вечер, открытая интернет-студия продолжает свою работу. Я всех приветствую, кто сейчас с нами в этот поздний вечер. Я представляю сегодняшнего нашего гостя, нападающего футбольного клуба «Амкар» Сергей Волков. Смотри в камеру. Сережа, первым делом, с победой тебя, с победой «Амкар» сложнейший матч. Я, наверное, даже не буду спрашивать про матч, потому что только-только эмоции улеглись. Все, я думаю, отпраздновали. Вас встречали в аэропорту болельщики. Насколько важно, особенно после такого матча, как это все происходило? Я видела фотографии, где Геруса подбрасывали. То есть это дополнительный заряд эмоций? Ну, конечно, всегда приятно, когда после таких трудных выездных победных матчей болельщики встречают в аэропорту. Да, вчера очень много приехало людей. Рома, я действительно считаю вчера героем матча, потому что благодаря его фантастическим сейвам, наверное, мы не пропустили точно гола 4. Поэтому болельщики заслуженно качали его на руках вчера. Здорово было, очень положительные эмоции. А Герус, как он отреагировал, когда его взяли на руки болельщики? Ну, Рома сам все скромный такой парень. Видимо, я позже выходил его, я когда вышел, его уже качали. Говорили, что он сначала долго сопротивлялся этому, но в конце концов его все-таки подняли и качали. Еще раз повторяю, он это услужил. А вообще, насколько важны слова поддержки со стороны болельщиков в любом матче? Ну, естественно, всегда приятно, когда болельщики поддерживают и позитивные слова звучат стремленно. Но вы сами знаете, что пермские и казанские болельщики непримиримые между собой, это так враги, и поэтому приехало очень много вчера болельщиков с Перми. На матч Рубина болельщиков вышло не столько много, потому что посещаемость у них не особо такая. Ну, я насколько знаю, просто вчера еще Акбар сыграл. Да, но я хотел сказать, в это время начал Акбар сыграть, может быть, поэтому было. А как сыграл Акбар? 4-3 проиграл. Не день Казани. Да, не день Казани. И перед тем, как судья дал стартовый свисток, наших болельщиков очень было слышно, они явно перекрюкивали своих визавей казанских, поэтому мы приховались. Как дома. Как дома стреляли. А Рустем Хузин перед игрой что-нибудь говорил такое? Ребята, ну вы понимаете, что значит для меня Казань? Надо брать Казань. Мне надо ее взять сегодня. Ну, именно такие слов он и говорил. Все и так прекрасно понимали, все и так отдавали себе отчет, что в принципе принципиальная очень игра, как всегда, складывается у нас с Казани. И дополнительная мотивация была то, что для Рустема это первая игра в Казани в качестве главного тренера Мкара. То есть можно сказать, что он ученик Гердеви, потому что, закончив карьеру в Рубине, он помогал мне сказать, да? Он работал тренером Рубина 2. Нет, он сначала был там помощником Гердеви, потом тренером во второй команде. То есть я думаю, что это противостояние было именно как ученика и учителя. И мы очень рады, что Рустем в этом противостоянии победил. Ну, вы вчера самоотверженно так оборонялись, а матч закончился. А что им весь миром-то оставалось делать? Атаковать? Это понятно, но вопрос-то даже не об этом. Много травм вчера получено было, в том числе ты после матча долго лежал на газоне. Что случилось? То есть видно было, что было несколько таких серьезных, достаточно стыков. Опять же, потому что самоотверженно все оборонялись, никто себя не жалел. Вот, ну что с тобой случилось? Все ли в порядке? Со мной все в порядке. Случилось то, что в подкате я шел в мяч, а в это время Навас бил по мячу, а попал мне по руке. То есть думали, что перелом, но обошлось, оказался ушиб. Со мной все в порядке. Навас вчера, насколько я понимаю, вообще достаточно груб был. Что у Якубка? То есть все знают, что у него перелом челюсти, да, это для кого не секрет. Вот что дальше? То есть где он будет оперироваться? Насколько долго процесс реабилитации? Как у него вообще, не знаю, если можно сказать настроение? Ну, как вы можете сами догадаться, настроение у него, наверное, не лучше. Потому что сейчас Мартин после долгой паузы опять вызывается в сборную и очень удачно дебютировал. Отметился там одним голом, потом другой и вторым. То есть я думаю, что он хотел ехать в сборную в полном здраве и при поднятии настроения, да. Но, как показала вчерашняя игра, к сожалению, футбол это контактная игра, получается все. Но то, что сделать равналось, я считаю, что это не просто не по-человечески. Там такой момент был, мы все прекрасно потом посмотрели на видео, но такого даже вряд ли увидим, где-то там бои бесправил, наверное, и то люди так не делают. Но все остается на совесть того человека, что он сделал. Я так сегодня читал интернет, очень много этому инциденту освещает пресса, много этот инцидент. Я не знаю, какие будут вынесенные санкции, но я думаю, что Мартин от этого не легче и Кубка. И на реабилитацию потребуется, я думаю, что около трех месяцев, скорее всего. То есть в этом году мы его уже вряд ли увидим. Но вообще такие вопросы, по-моему, рассматривают КДК, даже если не подавать протесты, все равно уже широкий общественный резонанс получил. Я думаю, что если бы такой случай случился бы на улице, например, в обычной драке, то это уголовная, скажем так, статья какая-то, может быть, там хулиганство, мелкое хулиганство. Но как это случилось на футбольном поле, я не знаю, как это интерпретировать. Поэтому, ну, будет разбираться, я думаю, есть инстанции у нас, которые в этом разберутся. Очень жаль, что мы не увидим Мартина в этом, до Нового года в чемпионате, он очень полезен для нашей команды футболиста. Давайте мы обратимся к нашим болельщикам, потому что их очень много, и мы анонсировали, что Сергей придет к нам на гостевой «Амкары», и куча вопросов пришла в течение нескольких часов. У нас есть Twitter, Уралинформ.ТВ, вопросы можно туда. И вот Алексей Бессонов обращает, мои вопросы доходят до вас или нет? Алексей Валисович, доходят ваши вопросы? Ваши вопросы доходят до всех. Я предлагаю пройтись по вопросам, потому что болельщики очень активны, им ваш между собойчик, им хочется между собойчик с Сергеем устроить им сами. Значит, вот мы говорили, что Сергей будет у нас, трех раз угадаем, о чем спрашивают люди больше всего? О ресторане! О ресторане! Да, значит, никдем, если я все правильно... Как продвигается открытие ресторана и когда ожидается? Ну, проект находится в стадии развития, так скажем. Вы знаете, что хорошее дело быстро не делается, а я именно хочу сделать, чтобы все было на уровне, на хорошем уровне. И поэтому немного у нас процесс задерживается. Правда, да, что немецкая кухня? Мы хотим сделать немецкую кухню, чтобы хорошее было качество. Немецкая? Ну, мне кажется, большинство людей любят прийти вечером в ресторан и пить крючку пива, сосисочки. Немецкая пива! Да, потому что, не скрою, идея возникла после того, как в последний раз посетил Мюнхен. Мне очень нравится один ресторан, там, Шпатенхаус в Мюнхене, и кухня, и обслуживание, и вообще интерьер. Поэтому за основу мы именно предполагали, что это будет взято. Но такой, скажем, проект долгоиграющий, долгосрочный. И в этом проекте большую роль играет моя супруга, потому что больше она занимается этим всем. Извини, Сережа, а можно открою секрет, что мы Настю приглашали, Настя пришла, но она не захотела идти в эфир, но она с нами. Если вы не видите Настю, это не значит, что ее рядом нет. Она есть. Помимо всего прочего, у Насты еще есть свой бизнес, и на данный момент у нее на носу открытый новый магазин еще был, поэтому немного проект с рестораном пришлось нажать на паузу, скажем так, и как только она откроет еще один свой магазин, то все силы она перенесет на открытие ресторана. А название ты придумал? Нет, пока еще не придумал. Есть массу названий. Мне кажется, надо в Твиттере тебе обидеть. Нет, это было уже. У нас занимается человек на самом деле этим всем. Профессиональный ресторан. Да, естественно, конечно. Хотим сделать такое более-менее на хорошем уровне. То есть, естественно, то, что мы говорили, все это дома мы, конечно, доведем, но только потребуется немного времени. Ну вот, спрашивает Сергей Савин в Твиттере прямо сейчас, и такие вопросы похожие были здесь на гостевой книге. Будет ли скидка для настоящих болельщиков Амкара и для владельцев именных шарфов? Ну, естественно, будет, конечно. Я? Это я. Вот мой шарф. Конечно, будет. И шарф передается из рук в руки. А будет вторая пара обуви бесплатно для настоящих болельщиков Сергея Волкова? Болельщиц. Обязательно. Вот, кстати, у Насти, мы у Насти, кстати, очень хотели спросить, много ли у Сергея поклонниц? Будем надеяться, что в последнее время их количество уменьшилось. Будем надеяться, что их количество уменьшилось в последнее время. Да, в последнее время. Но раньше... Ну, раньше, в общем-то, хватало, но отбилось. Раньше было очень много, но Настя отбилось. Отлично. Дальше давайте по вопросам. Вот многие отзываются о хорошей атмосфере в клубе. А вот по вашим наблюдениям, за почти десяток лет, есть ли в МКРе селекция именно по душевным качествам? То есть, так, ты хороший парень? Проходи. Ты не очень. Давай, Свободин. До свидания. Хороший парень, не профессия. Нет, селекция в клубе. Он там прошел. Да, в клубе давно прошел. Атмосфера в клубе или в команде? Это немного разное. Конечно, в команде имеется в виду, потому что слишком большой штат, и там всех не отберешь по характеру. Нет, я думаю, что первоначальные качества, конечно, становятся как футбольные, да, людей, которые профессионалы от команды, но и не на последнем месте, я думаю, стоят такие коммуникабельность, ну, я думаю, что такие качества, которые присущим каждому нормальному человеку, скажем так. Меня всегда очень интересовало, есть ли в команде дедовщина приходит новый футболист, то есть, есть ли какие-то ритуалы, которые он должен пройти, и после чего ему скажут футболисты? Я так хочу, чтобы хоть кто-нибудь из них сказал, конечно, есть, конечно, нет. Дедовщины нет, есть. Уважение к старшим, к людям, которые поиграли в команде не один год, то есть, я считаю, что это нормально. А, эй, малой, с бегой, нет такого? Бутсы мне принеси. Да. Бывает, есть желание сходить? Ага, у тебя есть желание сходить сюда? За моими бутсы. Мне кажется, у тебя есть. Обычно это происходит все в просьбе. Есть желание сходить? А не так, ты должен сходить. Повелительная просьба. Очень хорошо. Скрытая дедовщина все-таки присутствует. Как сейчас помню случай, где мы на этих сборах были? Последний сбор где-то у нас. В Польше? Да, по-моему, в Польше. У меня застанет, Мишка, наверное, уже стукал. Молодой? Да, в стенку. Бум. Мишань, сходи, пожалуйста, там вниз, на ресепшн, там. Узнай, пожалуйста, интернет-то, сколько продлить стоит. Нет, сходишь, не ходи. Тараса делает, вырубит. Мишань, возьми новый код, сходи. Нет, сходишь, не ходи. Ну, я же сказал, пожалуйста. То есть, нет, такого нет. Очень хорошие, на самом деле, со всеми взаимоотношениями. И молодые вливаются в коллектив очень хорошо. Нет, я считаю, такой грань. Они всех очень хорошо вспоминают, потому что, действительно, костяк команды уже сложившись, они играют ни рингу вместе. Поэтому ребятам, которые приходят, очень легко вливаться в коллектив. А вот сейчас, кстати, очень много говорят о некой, ну, назовем это, кастовость. Да, вот после случая в «Зените» с Денисом своего высказывания о том, что религионеры там группируются в свои кучки русские, в свои. В Амкаре такое есть, там, не знаю, «Болгар с болгарами», там, другие, там, сейчас два «Словака» есть. Русские, там, со своей группировкой. Или у нас все единые команды. Гетто какое-то, да. Ну, естественно, мы не можем ходить все за ручку, там, по стравке все выходить, толпа в стильонах, да. Есть там кто-то дружит больше, кто-то меньше. Это, естественно, то есть болгары, там, больше проводят время, например. Им просто проще общаться. Да, им просто проще общаться. Но бывает, тогда бывает, что мы собираемся в командные мероприятия, естественно, случаются, там, там, новички, когда контракты подписывают, плюс, там, дни рождения, рождения, там, детей в команде у кого-то. То есть приходят все без исключения. То есть русские, нерусские, иностранцы, даже те, кто новенькие сейчас пришли, грек, там, потом. Естественно, он мало что понимает, да, но пришел, посидел, как все, там, приходят все жены. Голландец, естественно, да, тоже пришел, там, Брайан. Голландец он какой-то необычный? Обычный. Обычный, обычный, обычный. Он только по-русски не говорит. Да, то есть для них переводят, они плохо понимают, Брайан, и да, у нас очень хорошо владеет. Штатный переводчик. Да, спокойно переводят, поэтому ребята не чувствуют себя дискомфортно в команде. Есть вот друг в команде, вот человек, который вот друг. Есть. Ты его можешь назвать вот это мой друг. Вот это мой друг. Кто это? Про него вы снимали передачу... Дорожные правила. Дорожные правила. Вот, точно, я смотрел. Это мало того, что друг Сергея Волкова, это еще и правильный водитель. Ваня, вот мой друг, мы с ним на протяжении многих лет живем на выезде в одном номере, в самолете у нас места рядом. Ну и в принципе, в повседневной жизни мы там созваниваемся, переписываемся. Семьями дружится. Случается. Не, больше детками. Бывает, сходим на хоккей с детьми, на женский футбол приходим с детьми, потому что у Ваня тоже жена работает, у меня жена работает, не получается как-то. А у нас на самом деле немного больше свободного времени, поэтому мы частенько гуляем где-то там с детьми. Вот, кстати, по поводу детей, часто тебя вижу с дочкой, именно вы вдвоем с дочкой, все-таки это некое обязательство такое, все свободное время, Степан так посмотрел в сторону Насти, обязательство проводить время, то есть вот ты пришел раньше, ты должен погулять с ребенком. Или это ты просто хороший отец, который с удовольствием проводит время с ребенком? Ну, я думаю, что я действительно хороший отец и с удовольствием провожу свое свободное время с ребенком. Ты меня видишь, говоришь, очень часто, но я думаю, что ты меня видишь на стадионе, наверное, правильно, на женском футболе, на хоккее. Когда у меня появляется свободное время, естественно, я провожу его своим ребенком, потому что не так много его на самом деле бывает. Ну, я думаю, что мама и там няня проводят столько же, даже больше, намного времени с ребенком, нежели я. Вот, кстати, хотелось у Насти как раз спросить. Я передам. Спасибо, Степан, по поводу долгих отсутствий, то есть все-таки вот тебя часто нет, да, то есть понятно, все выходные, плюс закрывают на базе, плюс сборы, то есть время, посвященное семье, оно весьма ограничено. В этом смысле, ну, как капитан дальнего плавания отношения лучше или чего-то там не добираешь по жизни? Ну, ты знаешь, на самом деле, когда я уезжаю на сборы и потом приезжаю, жена говорит, вот ты на сборах две недели бываешь, у меня четкий распорядок дня. Я там просыпаюсь, там, занимаюсь с ребенком, делаю свои дела, там, все, все расписано, правильно? Как только я приезжаю со сборов, напрочь сбивается все дела, все планы, у ребенка режим сбивается, потому что она с папой очень поздно ложится, долго не видит, папа играет ложится. Она говорит, ну, давай уже как-нибудь подкорректируй, давай подстройся под мой график немного, потому что, говорит, у меня все четко расписано, когда ты приезжаешь, у меня все сбивается. На самом деле, это, мне кажется, у многих так, потому что, да, действительно, мы много отсутствуем, да, скажем, на выездах, на сборах и... Ну, ничего, такая участь у жены футболиста. Нормальная участь у жены футболиста? Приемлемая. Нормальная? Приемлемая, говорит Настя. Ладно, давайте к болельщикам. Подземный танк. Любимые фильмы, музыка и еда в Олково? Ну, фильм, музыка, фильм. Фильм? Ну, я не могу отметить какой-то один фильм. Ну, последний. Что запомнилось? Последний фильм, который смотрели? Ну, запомнился. Запомнился? Ну, наверное, который смотрели последний. Дух лист, вот, мы позавчера ходили. А ну, и как вышло? Один раз посмотреть. Все по книге, в принципе. Ладно, я не читал. Я читала. Не наивно читала. Да, я читала, именно Дух лист читала, но в кино как-то еще не собралась. Так, розочек можно смотреть? Полностью по книге, да? Музыка. Музыка разносторонняя, иностранная. Русская... Ты заходишь, садишься в машину, у тебя что там радио? Какая пива радиостанет? Радио? Ну, я думаю, что он больше... Какую последнюю включил? Русская радио, наверное, чаще всего играет. И еда. Еда. Мы уже поняли. Мы уже поняли, наверное. Да. Наклонности. Вопрос Насте. Да-да-да. Почему фамилию не поменяешь? Волкова тоже звучит. Я считаю, что у пациента прививок от первого. Поэтому сохраняю свою фамилию. Постоянности помогут измениться, поэтому... Тут моя фамилия остается всегда для тебя. Сказали, что моя, но то есть ее фамилия намного благозвучнее, чем... Стефан, конечно, обманывает. Не вноси разгор семью. Да, разгорная семья. Ты вновь не вноси разгор семью нашу. Егор Кузьмин. Насколько известно, Пермь для вас не родной город. Но стала ли она таковой за столько лет, которые вы здесь прожили? Да, я могу сказать, что Пермь у меня уже стал родным городом. Настя, это Пермечка? Настя, да. В Калуге у меня осталось мама, брат, друзья. Все-таки 10 лет прожитое в Перме, это довольно серьезный срок. За убийство меньше дают. Поэтому... Я просто говорю, за убийство меньше надо дают. Да, для меня город на самом деле родной. Плюс у тебя здесь семья. Плюс у меня тут семья. Я встретил Настю. У нас замечательная дочь, поэтому мне здесь все устраивает, все нравится. А дочь каким видом спорта занимает? Анастасия, может быть, все-таки к нам? Нет. У меня, говорит, фамилия все равно благозвучная, я не понимаю. А, давайте по бытовухе еще пройдусь. Сейчас, да, подожди, мы только начали разговаривать. Каким видом спорта занимается дочка? Художественная гимнастика. Отлично. А куда, куда будешь? Динам, стадион. Ну, секс. А, Егор Лобанов, такой, знаете. Это мы знаем, нет, это, насколько я понимаю, это судья. Судья, да. Судья, да. Да, да, да. С прищуром спрашивает? Да, да. А сколько у вас машин и какие? У меня одна, BMW. И у жены одна. И у жены одна. И у жены одна, не BMW. Все как в обычной семье. Все как в обычной семье. Одна у меня, одна у жены. Так, что-то тут было. А, ну, наш постоянный и любимый зритель Алексей Бессонов спрашивает, а 100 метров за сколько бегаете? Я бегал за 11,4. А вы же сдаёте каждый сезон? Ну, не 100 метров мы не сдаём. Нет такого теста. У нас есть 30, 60, 100 метров мы не бегаем. Ну, 60 мы с плюсом. Ну, я не помню точно, но в норматив я вкладываю. То есть посоревноваться Сергей может? Не самый быстрый, Тельфанкаре? Нет, не самый быстрый. Кто самый быстрый? Самый быстрый? Самый быстрый. Самый быстрый, я даже за то место. А я скажу, кто самый медленный? Это уже некорректный вопрос. Самый быстрый был Желяевец, наверное, да? Очень быстро бежал. И очень быстро убежал. Убежал, да. Ну, Паша Игнатович, я думаю, сейчас прилично бегает. А, кстати, под... Голы забивать тоже. Очень быстро. Молодец. Молодец. Да, вот тоже сегодня, по-моему, на гостевой Амкара видела, что сейчас травму получил и кубка надолго выбывал, тебе же сейчас придется чаще играть. Ну, вопрос к тренеру чаще нет, понимаешь? Вопрос к тебе готова. Они же в разном плане. Нет, дело в том, что иногда Руслан применяет другую тактику. Выездную и домашнюю, в зависимости от противника, соперника, он выбирает тактику с один нападающим или с два нападающих. А, ну, кстати, такой вопрос был, почему ты выходишь на выезде реже, чем дома? Ну, я как раз отвечаю на этот вопрос, да. Мы же разбираем каждую конкретную команду, каждую матчу конкретно готовимся. В зависимости от того, в какую схему играет противник наш, подбираем схему, которая даст нам результат. Поэтому иногда приходится и на замену выходить, иногда в старте, иногда в два нападающих, иногда в одного нападающего. То есть, это все рабочий процесс. Вместе мы делаем общее дело на благо нашего клуба. То есть, тебе, в принципе, без разницы, когда выйти, лишь бы помочь? Собственно, наверное, как я должна быть у любого футболиста? Ну, задача одна – выйти и помочь команде добиться положительного результата. Провел ты там 5 минут, 90. Конечно, хочется, мне кажется, любому футболисту проводить как можно больше времени на поле, быть заметнее, но складывается так, через месяц может остаться по-другому. Это жизнь, этот футболок, мне все бывает. Кстати, вот у нас неделю назад в гостях был как раз Ростом Хозин, мы с ним разговаривали о том, какие установки даются в раздевалке перед игрой. Понятно, он нам секретов не раскрыл, но раскрыл… Сказал, что один раз наорал на вас. Да, сказал, что один раз наорал, и что есть среди вас обидчивые футболисты, да, по-моему, так мы их назвали, что на кого-то можно прикрикнуть, на кого-то нельзя, вот ты обидчивый или не обидчивый. Мы не спрашиваем, кто обидчивый. Я не считаю себя обидчивым. Меня, если прикрыкнули, я могу где-то разозлиться в себе, да, например, выйти с удвоенной энергией. Ну, Рустем был прав, потому что… А, то есть кричал, помнишь этот момент? Нет, я этого не помню. Может быть, он в перерыве в раздевалке кричал, может быть, у меня в это время я разминался на поле, этот момент не помню. Ну, у каждого тренера, скажем так, свой подход, и каждый же футболист в команде, все же разные люди, у кого-то характер один, у кого-то другой, и каждому нужен свой индивидуальный подход. В этом-то и состоит, скажем так, профессионализм тренера, что он должен понять, к какому игроку более лояльный подход найти. На кого-то накричать, кого-то, наоборот, поблагодарить хорошим словом. То есть, в зависимости от этого, скажем так, и заключается тренерский, как я сказал, профессионализм. По поводу критики, ты адекватно воспринимаешь критику, и от кого, допустим, ты ее воспринимаешь, чью критику не готов слушать? Я готов высушить любую критику от жены, мне больше всего достается, она у меня самый главный, скажем так, критик, и я очень прислушиваюсь к ее мнению, он для меня очень важен. Устраивает разговор? Кто приходит и по телевизору смотрит? По футболу? Ну, на домашние матчи почти все приходят на футбол. С дочкой? С дочкой? Нет, с дочкой редко, когда погода позволяет. С дочкой смотрят по телевизору. То есть, она бывает, я приеду постараюсь домой и скажу, мне кажется, вот именно так, а может быть так. То есть, не то, что мы садимся и по полочкам складываем весь матч. Так у нас обычно в диалоге занимает полчасика. Потом все-таки другие какие-то темы поднимают. Ну, а если болельщик подошел на улицу и сказал, Серега, сегодня ты был лучше или Серега, сегодня у тебя игра не получилась. Вот это нормально воспринимаешь ты критику? Ну, во-первых, я сам знаю, да, например, как я сегодня сыграл, хорошо, плохо, мог, лучше, мог, где-то в одном моменте так сыграть, в другом так. Все равно же после игры ты садишься и анализируешь сам. Например, когда ешь домой в машине, есть там 20 минут подумать, проанализировать игру. Поэтому, ты знаешь, например, если ты сегодня сыграл хорошо, а болельщик подходит и говорит, что ты сегодня сыграл плохо, да, может где-то с ним быть разногласия. А когда ты сам понимаешь, что сыграл плохо, и он говорит, что сыграл плохо, то здесь, конечно, все нормально, никаких проблем. А вот с Хузиным, ты же с ним играл еще, да, вместе как футболисты, и когда он, вот это мне всегда интересно, да, вот эта, не знаю, субординация там и так далее, все равно понятно, что если тренер там Фабио Капелло, об этом чуть позже, кстати, когда тренер там какая-то, это одно. А когда вот вам пришли и сказали, Рустам Хузин, ваш главный старший. Ну, главный, мы понимаем, да, что мы главный тренер. Сначала-то пришли и сказали, что главный. Вы же, наверное, в приятельских отношениях были. То есть, легко эту субординацию-то сейчас соблюдать или нет? Да, для меня очень легко соблюдать эту субординацию, потому что, когда Рустам назначили главным тренером, естественно, вся команда отнеслась с положительными эмоциями. Он же не новый для нас, скажем так. Ну, я в том смысле, что, ну, как бы он, может быть, нет должного авторитета. Как к равному? То есть, вместе играли там, не такая большая разница в возрасте. Нет. Ну, это по меньшей мере непрофессионально, скажем так, относиться к тренеру, к равному себе. Естественно, когда вы назначили на пост данного тренера, я вот, я к нему стал обращаться по очереди. Ну, я считаю, что это правильно. Потому что где-то можно в кафе, там, в столовой, на стадионе, когда пьем кофе, можно сказать, по старой памяти. Да, по старой памяти. Но когда обращаешься при команде, при коллективе, естественно, надо по имени-очиту тренера вызывать. Я считаю, что это зависит еще и от воспитания каждого человека, как один к другому должен относиться. Провокационный вопрос хочу задать. Да? Давай. Легко. Ко всем тренерам в своей карьере ты относился с должным почтением и уважением? И любовью, и, как это сказать, пиететом, и все такое? Скажу, что при назначении, тренеров в начале, у меня ко всем было достойное уважение. То есть, я иногда встречаю на футболе Сергея Григорьевича Аборина, да, и был раз случай, что мы с Анастасией про выведя, то есть, с этой линией наборами. У меня была немастер, она говорит, что это будет что? Я говорю, вот этот человек, который меня пригласил в Амкар, да, воспитал во мне те качества, которыми я сейчас обладаю, он очень долго, на самом деле, с мной боролся, потому что я был трудным подросток. Он все-таки самый лучший критик себе этот сам. И он очень сам долго боролся, у нас было очень много бесед, и я до сих пор с ним с огромным уважением отношусь, и для меня это человек номер один, который дал мне. С остальными тренерами, да, я очень хорошо общался с тем же Димитровым, с тем же Божевичем, да, поначалу с тем же Рахимовым, да, пока там не прошли какие-то неурядицы. То есть это нормальный рабочий процесс. Все тренера, которые приходят, команда всегда к ним относится сложнее. То есть я считаю, что это априори. А потом, когда я продолжу задавать провокацию вопросов... То есть ты его, в принципе, пока я не задал. А потом, когда по каким-то причинам из-за каких-то неназванных тобой неурядиц уважение и должное почтение проходит, это как-то проявлялось, ну так по-честному уже, может быть, по прошествии времени, проявлялось в своем отношении к работе. К процессу. К процессу, да. Не буду я. Нет, такого никогда не было. Я считаю, что мы должны честно отрабатывать свой контракт и всегда оставаться на уровне. Нравится, не нравится. Тебя никто не оставляет. Не хочешь играть? Подари руководству, скажи, я не хочу играть, давайте разорвем контракт. Тебя никто не оставляет. Это дело твое. Плохо тренируешься? Не играешь. Вот и все. И последний провокационный вопрос от меня. Когда Рахимова назначили во второй раз, о чем подумал? Ну, когда его назначили во второй раз, мы были в той ситуации, да, совсем плохое, когда у Димитрова немного не прошло, хотя я его считаю очень хорошим тренером. Может быть, просто оказалось не в том месте, им не нужно время. Он начал что-то перестраивать. Может быть, если бы ему дали время побольше поработать, у него бы что-нибудь и вышло. В принципе, с ним интересно было работать, он давал много упражнений, направленных на ту или иную сферу. Но случилось так, как случилось. Пришел второй раз Рахимов, пришел после локомотива, поработав в локомотиве, я считаю, что может в какой-то мере это и наложило отпечаток на то, что не мне судить, поменялся человек, там не поменялся, но произошло то, что и произошло. Второй раз у него, к сожалению, наверное, не в первый раз лучше получилось, а второй раз немного хуже. Единственное, что я могу сказать, он до конца старался выполнять свою работу, настраивал нас на каждую. То есть он был неравнодушен к результату, но, к сожалению, у него не получилось. То есть это бывает, это тренерская доля такова. Алексей Бессонов или кто-то под его ником жутко пытается нас троллить? Какие-то глупости пишет. Вперед! Вперед! Алексей Борисович, если это вы, ну стыдно в вашем-то возрасте. Такой грунтой звезд. Не, ну даже их, наверное, озвучивать не будем, эти глупости. Значит, спрашивают, Феникс Пермь, как казанский чак-чак? Великолепно. Знаете, на товарищескую руку команда летала когда, да? Буквально две недельки назад. Я за травмами летал. Все привезли чак-чак? Нет. Я заказывал. Мне Ванька Черенчиков привез две пачки, потому что у меня дочь очень любит чак-чак, сейчас с утра встает, она просто кайфует. Казанский чак-чак. Да. Потому что он отличается, да. Они для себя это делают. Они для себя делают, да. Поэтому, естественно, я когда улетал, сейчас в аэропорту взял две большие пачечки, сегодня мелко утром встала. Папа, спасибо за чак-чак. Вот у вас сейчас, кстати, выходной, спасибо огромное, что ты пожертвовал вечером выходного дня, к нам пришел. Ну, обычно, как проводите вот эти три дня в таком напряженном графике, вроде три дня передышки, чему посвящается? Ну, на самом деле, три дня, кажется, очень много, да, а оказывается, слишком мало. То есть, за эти три дня, когда ты ждешь эти выходные, да, эти три дня, очень много планов. Там, провести, там, с дочерью, там, сходить в гордовский, потом смотришь, погода не очень. Съездить на дачу, там, покататься, там, по лесу на квадроцикле, отвлечься от всего, да. Ну, там, всякие, масса, в принципе, есть вариантов проведения досуга. А мы сегодня тебя от чего отвлекли? Сегодня? Нет, чего. То есть, сегодня класса у меня не было? Я сегодня специально встал пораньше, постарался до шести часов сделать все свои дела, чтобы потом, вечером я был свободен, чтобы прийти и порадовать вас своим присутствием. Ты нас порадовала. Спасибо огромное. И вот по поводу того, что ты лучший себе критик, как думаешь, до какого возраста, может быть, ставишь себе задачу играть? Да, да, да. И как ты рассматриваешь, там, понятно, у тебя будет ресторанный бизнес, дай бог, потому что мы все на это надеемся. Но видишь ли ты себя в структуре клуба, в структуре клубов, вообще там, не знаю, тренерская, агентская деятельность, вариантов масс. Давай я прочитаю вопрос от Сергея Савина, чтобы наши зрители понимали, что мы их читаем. Например, то же самое, что ты сказал. После окончания карьеры футболиста ты себя видишь только в футболе или в ресторане? Нет. И вообще, какой возраст ты себя ставишь? То есть ты себя очень критично оцениваешь. Ты поймешь тот момент, когда ты скажешь себе, все, завязываю? Это 32. 32, да. Ну, я думаю, что да, я, скорее всего, сам пойму то условие, когда надо будет закончиться футболом, когда пойму, что уже. Мне кажется, к этому надо прийти, проснуться и понять, что тебе уже ничего не хочется. Ну, просто я бы с многими ребятами разговаривал, которые уже заканчивали карьеру, как это происходит. Потому что понятно, что не за горами придет тот день, когда мне придется старственный профессор. Но вне футбола я себя не вижу, потому что футбол это, наверное, моя жизнь. Я очень хочу остаться в структуре, например. Ну, не обязательно нашего клуба, но остаться в футболе. Поучиться, может быть, даже за границей, в школе тренеров. Для этого я сейчас подтягиваю школьный английский, начал изучение итальянского языка. То есть, ну, какие-то подвижки все-таки поэтому есть. И я думаю, что я постараюсь остаться в структуре футбольной. А ресторан, ну, это же хорошо, большому счету. Много друзей, много знакомых. Можно же не обязательно удариться в голову из этого ресторана. Будет он – хорошо, но все-таки в футболе я бы хотел задержаться как можно подольше. Ну, понятно, что все себе… А мы хотим прийти к тебе наконец-то в ресторан и тоже там побыть. Может, подольше. И задержаться у меня подольше, да. Нет, на самом деле, подстилаю все себе соломку. Но вот интересна психология того момента, когда… В общем, все футболисты, на самом деле, говорят – это мое любимое дело – футбол. Это все, чем я умею заниматься. Больше… Они счастливые люди. Они счастливые люди. Они играют в любимую игру и деньги еще получают. Да. Но рано или поздно этот момент заканчивается. И вот как быть готовым-то, то есть, ну, я очень сильно сомневаюсь, что с утра как-то проснулся и сказал – все, надоело, не могу. То есть, все равно, к этому же все равно идешь какой-то процесс. То есть, вот ты как-то уже сейчас вот об этом, на самом деле, по-серьезному думаешь, что вот, блин, настанет тот момент. Или ой-ой-ой, даже думать пока об этом не хочу. Если бы я об этом не думал, наверное, бы я и не думал открытие, там, про рестораны, изучение иностранного языка, да, там, чтобы что-то потом делать. Естественно, я об этом думаю, потому что жена об этом не дает забывать. Каждый день об этом мне напоминает. Как она это делает? Стареешь ты уже, Сережа? Ну, я могу… Спокойно могу пример привести, да. Намекаю. То есть… А не стареешь ли ты? Правильно, ни для кого не секрет, да, что мы играем в футбол, получаем за это… Деньги. Деньги, да. И привыкли жить на каком-то определенном своем уровне, да. У кого-то он выше, у кого-то он ниже. Но человек привыкает к этому уровню. И у некоторых настает момент, когда все заканчивается, ты привыкли жить на одном уровне, а финансы у тебя не позволяют. И у человека случаются депрессии, ну и все… Ты знаешь таких людей? Ну, в принципе, да. Очень много таких. Фамилии назвали? Ну, естественно, очень много таких. Да. Я хочу сказать, что наоборот, большинство таких, единицы, скажем, не единицы, но из ста человек может быть там три, четыре, пять может быть, я думаю, что себя находят и поддерживают тот уровень жизни, который у них был в футболе, после завершения своей карьеры. Я думаю, что… Материальное благополучие. Материальное, душевное… Самореализация. Самореализация, да. То есть это те люди, которые, будучи действующими футболистами, готовят себя к тому, что когда-то настанет этот момент, этот день бредет, от этого никуда не денешься. И чем лучше ты будешь готов к этому дню, который, несомненно, настанет, тем проще тебе будет перейти на уровень жизни после футбола. Вот к этому меня настраивает моя жена каждый день. Об этом мне не дают забыть. Поэтому, может быть, и я, как бы, хорошо об этом открыто говорю, и мне проще в этом смысле. Ты помнишь тот момент, когда ты начал уже об этом задумываться? То есть ты помнишь тот момент? До 27 лет я вообще ни о чем не думал, носился по полю, и мне было пофиг. У меня это тоже возраст. 27, да. То есть ты носился и не задумывался? Нет. Может быть, получил травму и подумал, блин, это все может закончиться? Нет, нет, об этом у меня никогда таких мыслей не было, что я получил травму и это все закончится. Наоборот, была уверенность, что все будет нормально, все будет хорошо. В принципе, так это и получается. Я очень доволен тем, как у меня все складывается. Меня все устраивает, по крайней мере, пока. Но хотелось бы оттянуть этот день подальше, чтобы он сходил. Хотелось бы еще поиграть, порадовать себя, болельщиков, наш город. Потому что действительно сейчас подобрался у нас такой хороший коллектив, скажем так. Пришел тренер, который видел эту ситуацию внутри, работал с дублирующим составом. Сейчас он принял основной состав, он понимает, где есть проблемы, где что. Поэтому сейчас настал тот этап, действительно такой интересный, когда люди уже состоявшиеся, футболисты в таком возрасте, когда их уже, когда можно получать кайф от игры, скажем так. А ты чувствуешь себя звездой в Перми? Ну, я не скажу, что я себя чувствую звездой. Но чувствовал когда-нибудь себя звездой? Нет, я не могу сказать, что это слово именно звезда. Хорошо, хорошо. Известным человеком, узнаваемым. Да, я могу сказать, что я узнаваемый человек в Перми. Да, это приятно на самом деле. Ну, скажем так, узнаваемыми людьми они сами себя делают. То есть, я понимаю, что это плод моих заслуг, например, перед городом. Они просто так не становятся узнаваемыми людьми. Наверное, чем-то я запомнился нашим болельщикам, нашим жителям города. Тем, наверное, что я отдавался полностью, я отдаюсь всегда на футбольном поле. Слушай, про Интерпарму. То есть, голосование на матч. Так, Настя напоминает нам на некий случай про игру Интерпарма. Правильно понимаешь? Да, мы в Италию в том году после Нового года, 2-го числа уютель в Италию. А там 6-го проходил на Сансиро матч Интерпарма. Мы сидели я, Настя и мелкая с нами была. Мы купили экипировку Интерскую, перчатку, шапки. – Я проеду за Милан. – Шерфер, да. А ты за кого? – Я за Милан. Но тогда играл Интер, да, и нам пришлось одеться. Ну, естественно, мы не пришли бы на Сансиро в красно-черлых цветах. Я была в профессияххе с Миланом, но он захвал меня. Я говорю, сними, нам еще не хватало здесь, чтобы набили на какую-то... Надо было амкаровское одеть, отрибутику, милановское. Сидим, как бы смотрим, ну, в футбол смотрим, люди сбоку что-то косятся. А у меня Настя ушла одеть английском. И вот так что-то пару фразочек перекинулись, и люди спрашивают, ну, а, мы сидим что-то дискуссируем, там, вот куда-то бьешь, там, может быть, вот так. А он говорит, а вы разбираетесь, типа, ну, мы... Немножко. Немножко, да. Он говорит, ну, все, пятое, десятое, ну, в российской премьер-лиге. А для кого секрет, что ЭТО уже был капитаном Интера, и для них сейчас Анжи, российская премьер-лига, это все муссируется, связывается масса информации, и, естественно, люди знают, куда я перешел их капитан. И когда они узнали, что я из российской премьер-лиги, спросили, какая команда, Анжи, ЭТО, а вот вы с ними играли, да, можно пожать вам руку, и... Постояли с ним на одном поле. Да, то есть, и о нем они так говорят, как именно... О, мамия, Серджио, Серджио Волков, ооо... И то у меня через два урока будем мы проходить в итальянском. Так. Сергей Савин, уже который вопрос задает. Очень здорово Серега смотрится и держится, и в футбол играет, и языком говорит. Браво, брависсимо, Сергей! А, кстати, по этому поводу я немножко перебью, футболист Амкара, Константин Генич нашел себя в качестве комментатор. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, прекрасно говоришь, ни слов паразитов, речь прям льется. Да? Спасибо, не зря жена филолог у меня, работаем над этим постоянно. Нет, прекрасно она с тобой поработала. Ты хочешь на НТВ плюс оправить, Генич? Я не хочу на НТВ плюс, но... А с Геничем поддерживаешь? Почему, кстати, нет? Было желание, Симшов, по-моему, как-то английскую премьер-лигу комментировал, никто не звал, может быть? Может, позовут еще? Позовут, соглашусь с удовольствием. Я думаю, что это очень интересно, на самом деле, покомментировать мать, посмотреть себя в этом новом, скажем так, на новом поприще. Да, Симшов комментировал, Генич, ну, я считаю, что у Гена очень хорошо получается, то есть у Кости Генич. Я просто, я по-дружески Гена. Очень хорошо он, поначалу, конечно, когда он пришлось перестраиваться из-за травмы ему, да, уходить с бола, искать себя на телевидении, да, у него немного, как-то, ну, как у всех начинающих, да, не было, там, может быть, какая-то базовая школа. Сейчас он спокойно комментирует, или классика, да, там бывают реалы Барселоны, сумасшедше справляется эмоционально, все по делу. Мне очень нравится слушать, как Остик комментирует матчи. Я ему, не знаю, смс-четку напишу, молодец. Я как-то Генич встретил в аэропорту, в Пермском, он сюда прилетал. Костя комментировал какой-то матч вживую, я его спросил, говорю, Костя, ну как, трансформация прошла, у тебя как-то я сейчас комментатор, он говорит, все хорошо, только звонят футболисты, приятели, говорят, что ты обо мне какую-то фигню сказал. Ты там это, веди себя нормально, ты, ну и с тобой знакомые, мы с тобой практически друзья, а ты меня сказал. Домление на приездку. На самом деле, Костя старается даже, когда мы со сборов прилетаем в Москву, потому что стыковка там зачастую по 5-6 часов у нас, да, в Шермете бывают сидим. Если у Кости есть время, он обязательно приедет в аэропорт, посидит с нами, пообщается, потому что много же знакомых осталось у меня. Что и я, Иван Черенчиков, и Леша Попов, и Рустен Кузин, да, и там еще несколько ребят, то есть, Заха, да, то есть, мы все играли в одной команде, ему не хватает от общения, да, и все-таки мы все дружим, и он приезжает с удовольствием с нами. А мы пересматриваем тот момент, когда Волков дал пас, Геничу, и он забил гол, факел, да, это было здорово вообще. Костя, ты очень радовался, и я тоже. Мы-то как радовались. Ой, мы-то как радовались. У нас еще есть минут 5, ребята, будем более так интенсивно. Есть несколько вопросов, которые я не задал, чтобы люди на меня не обижались. Так, тезисно отвечаем. Сергей, правда ли, что в 2006 году вас хотели видеть в Спартаке и даже предлагали в обмен погребника? Было такое дело. Было такое дело. Перм отказался от погребника. Ходили об этом разговоре, действительно, это, наверное, было такое все. Ну, прошло уже столько и ранее. Поэтому возвращаться к этому, мне кажется, глупо. Ну, нет, не жалел никогда. Ни в коем случае. Посмотреть, как я могу в этом жалеть. Портвейн спрашивает. Сергей, долго ли ты не мыл руку после рукопожатия с тобой капеллы? Я вот свою руку после рукопожатия с тобой 5-й год не помню. Не помню. Нет, зачем ты оторвал человеку руку. Что, ладно, помните. Ну, да. Ну, я понимаю, что это смешной вопрос, на самом деле. Ну, нет, про капеллу. Когда ты увидел капеллу? Ну, я же не подошел сразу в руку. Какие первые мысли? Здравствуйте, я сильный волк. Какие мысли? Ну, наверное, я сразу понял, что он прилетел тренировать сборную России. Да, и подумал, ну, здорово будет. И в твиттер сразу. Я подумал, что здорово будет, если он действительно станет главным тренером сборной России. А, кстати... Это, на самом деле, достойная очередь. У тебя никогда не было спортивной обиды на то, что не попал в сборную? То есть, это, на самом деле, главная цель футболиста и вообще любого спорта. На самом деле, главная цель, мне кажется, для любого футболиста защищать честь всех стран. Да, это очень здорово, это престижно. Это сказать, можно к этому многие, все, наверное, стремятся. Я не исключение, да. Ну, не все становятся чемпионами. Жалеть или не жалеть, то есть, на самом деле, сейчас об этом очень глупо рассуждать. Да, я хотел, как и все, поиграть в сборную, посмотреть, что это такое. К сожалению, не получилось. Бывает. Был такой момент, да, в жизни, когда было ощущение, что вот-вот чуть-чуть и сборная? Нет, такого не было ощущения. На самом деле, ни для кого не секрет, что с командой до уровня, скажем, Макара, очень тяжело попасть в сборную. Даже когда мы занимали четвертое место, да, в восьмом году, у нас меньше всех там было пропущено мячи, и наши защитники очень здорово смотрели связка, да, цифровых чиновников. Но, на самом деле, на сборной это не отразилось, и вызывались другие игроки. С чем это связано, мне очень сложно видеть. Наверное, все-таки, Москва и ближайшие города дают перспективу именно своим. Ну, обидно, когда молодые приходят и думают, и понимают, что Анкара – это не трамплин для сборной, к сожалению. С другой стороны, ведь уходят футболисты в топ-клуб. Но это другое, это на трамплин для другой клуб, это не трамплин для сборной. То есть у нас не может быть своего Мальдини, да, человека преданного клубу, но при этом там капитана сборной. Вот почему-нибудь. Попов, чем не Мальдини? Причесочка такая же. Казахстан. Казахстан, итальяне. Игрок сборной Казахстана, опять же. Чем он не Мальдини? Пожалуйста, всю свою игровую карьеру провел в Перми, да? Я считаю, что… Почти, все. Почти, ну, не исключительно. Уехал ненадолго, дважды стал чемпионом России и вернулся. Да, решил попробовать свои силы в другом клубе, да? Получилось, не получилось, и другая. Обыграл Барселону и вернулся. Да, стал два раза чемпионом. Да, молодец. Здорово. Ну, и давайте под завязку еще. Под завязку нам бы очень хотелось увидеть все-таки Настю, потому что мы ее столько не слушали. Покажем людям, да? Что думаешь о поступке Божевича, когда он ушел второй раз, и как восприняли это в команде? У меня эти вопросы задавали в Твиттере, да? Я думаю, да. Я отвечал на этот вопрос в Твиттере. Могу сказать, что у многих, скажем так, болельщиков, да, много сложилось, наверное, неправильное мнение об уходе Божевича. То есть для меня он остается, остался, остается, да, и будет всегда профессионалом в большом луке. То есть это человек, который действительно хотел клубу развития, да, при нем мы играли очень хорошо. Ну, сложилось все обстоит так, что он вынужден в луке, да. Почему? Почему? То есть есть некие подводные течения, которые просто не так говорили. Я не думаю, что это подводные течения, да. Скажем так, так сложилась ситуация. Пришел на его место Рустем Кузин, да, тоже хорошо играем, скажем так, показываем зрелищный футбол. Может быть, в этом и есть заслуга Божевича. То есть, ну, тут на эту тему можно много рассуждать очень, да. Главное, что хуже не стало. Да, очень много рассуждать можно эту тему, но случилось так, как случилось. Анастасию-то будем показывать? Анастасия не хочет. Будем показывать? Нет, не будем. Тогда последний вопрос для… у нас же все-таки интернет-телевидение, интернет-пользователи. Для тебя какая социальная сеть удобнее? Вконтакте, Твиттер или Фейсбук? Где у тебя больше? В Твиттер. В Твиттер? А почему? Я не знаю. Так получилось? Потому что краткость сестра была… На самом деле, ВКонтакте, у меня есть страница, да, там, потом, да, там, потом много стало фейков. Мои фотографии вешают за меня, ведут страницу, добавляют всех друзей, не пойми кого. Я закончил с этим. Твиттер, ну, я считаю, что это удобно, и можно черпать оттуда новости, да, там, подписаться на канал. Ленты новостей удобно. Да, очень здорово. Утон стал, кофе налил, новости прочитал основные. И люди всегда могут высказать тебе свое мнение, свое пожелание. В принципе, ты всегда открыт для общения с людьми. То есть, мне кажется, это нормально. Ну, и серьезнее, чем, наверное, «Контакты», «Лапастники», это уже, мне кажется, отошло немного на второй план. А вообще, интернет в твоей жизни большое значение имеет? То есть, у тебя вообще-то представляет свою жизнь теперь без интернета? Ну, я думаю, что, как для всех нас вместе с изидаторами, интернет очень большой в нашей жизни имеет значение, да? То есть, я думаю, что современные тенденции не позволяют нам охладиться без интернета, да? То есть, кнопочка телевизора уже отошла. Нет, не отошла. Нет, не отошла. Футбол там показывают. Ну, все, спасибо. Спасибо, Рома и Сергею. Спасибо, Рома и Сергею. Спасибо, Настя, которая активно участвовала в вашей жизни. Вам спасибо, что пригласили, приятно было поучаствовать. Приходите к нам еще, приходите в полном составе, Анастасия. Хорошо, сейчас Анастасия не поняла, что... Позвольте. 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 Спасибо, Рома и Сергея. Спасибо, Рома и Сергея.